В северных городах я была в Кемерово, Томске, Новосибирске, Медвежегорске, потом Карелии, Медвежегорске. В Кемерово, Томске, Медвежегорске, Петрозаводске, Медвежегорске, Новгород, Нижний Новгород, Москва, Петер, Трансиск. Нет, в Крассанске ничего не было. А, в Крассанске еще будет. Если в Крассанске, да. Проще перечислить, в каких не было. Ну да, скорее всего, да. В Крассанске поломаленький был? Нет, в таком не было точно. Можно там? Давай. Какая у вас любимая комбинация? Комбинация была... Я обожаю бить в худной отдел, потому что, мне кажется, когда в него бьешь, человек, во-первых, меньше дышит, при вашем дыхании. То есть, например, левая бьющая, правая бьющая. И здесь комбинация либо верхушка, либо майкель. Ну, там можно разные комбинации. Либо кайтель. То есть, я бросаю ножки. То есть, я раскачиваю. Могу немножко на печенье подкинуть, и потом что-то делаю такое. То есть, я люблю такие движения интересные. Я просто на YouTube сделала что-то. Два раза чипсу, потом что-то слили, шика. А, ну там... И это тоже, да. Просто... Я люблю все комбинации. Например, я готовилась к одному миру. И у меня была там одна комбинация. И там пять дополнительных. Но я воспользовалась там одной, которая мне очень сильно не тратилась. Но пять дополнительных запасных. Потому что есть, например, как у вас много. Есть разные люди. И каждому ты их должен подобрать определенный ключик. И чем больше ключик ты имеешь в связи с тем, что ты становишься более защищенным. Я знала, что почему там выходишь такой уверенный, показываешь, что все хорошо. Потому что у тебя есть определенный запас. Ты воспользуешься, хоть все равно подойдет. Просто бывает так, что ты не с тобой на соревнованиях. А бывает так, что у тебя нет на соревнованиях. И выводит тебя, например, какой-нибудь твой или вообще не твой тренер. Твой ученик или партнер. А он просто не знает, что тем чем помочь. А тебе придется. Вот. И ты должен в этот момент что-то придумать, что-то сообразить. Найти вот тут тот кунинчик, куда он сбить. Вот человек немножко стал играть в бою. А как вы решили заниматься именно на каратане другими учреждениями? Сделать было все просто. У меня папа военный. Был очень занят своими делами. И у меня было очень много энергии. Ну, как и сейчас у всех классов. Делитет. Я думаю, что все в том-то есть. У каждого. То есть у ребенка всегда много энергии. Мой брат пошел в каратэ. Ему было 8 лет. А я такая смотрю в мир лучше этого брата. Я говорю, что поделать? Ну, папа рыбь и скакалки там. Поделать что-нибудь там. Председание на соревнованиях. Угу, слично. И просила. Он очень просил, чтобы меня записали. Хотя бы там, не знаю. Что-то поделать на заднем фоне. Ну, вот. Я поделала на заднем фоне до такой степени, что тренер говорит. Опа. Да ты будешь чемпионкой. Я говорю. Ну, так надеюсь не будет. И все дело к тому, чтобы становиться этой чемпионкой. Но я начинала с каратэ не как у нас. Я кушаю, да. А начинала с бездонтактного. То есть у нас, да. Было вот именно такое. В том городе, как я жила. Вот. Но при этом я тоже игралась в этом возрасте и с мальчиками, и с девочками. И выигрывала тех и тех. Это мне просто понравилось. Мне повесили как на доске почета, там, с такой малашкой. Я тогда думаю, о, куда я поймать могу что ли? А соревнования танцев выхидываешь? Ну, такое бывает. Вот. А потом уже застянула. Мне нравилось то, что, во-первых, ты выходишь в тимоно, там. Кто-то выходит против тебя. И кто-то, кому-то кажется, кто-то более сильный. Кто-то переживаешь. Кто-то не страхи свои. А кто-то проиграешь. И это так интересно, которое идет. Когда проиграешь, ну, так переживаешь, конечно, понимаешь, а что ж так не получилось. А потом вспоминаешь, о, блин, в один день я там тренировку пропустила, а второй день там лишний раз там домашку подделала. Ты понимаешь, ага, все получилось так, как надо. И ты проиграешь потому что, потому что пропустила. Так же, как и у вас, бывают моменты, когда много различной учебы, много дел, домашних. Так что, и потом понимаешь, вот, ты пропустил тренировку, проиграл. Много тренировок было полезных правил тренировок. Ты выиграл. Ну, все. Мама. Я родилась в Польше. Так как мой отец военный, мы колесили сначала по всему миру, а потом по всей России. Вот. И моя мама, она, в принципе, находила любую работу, которую могла находить. Вот, как вот в самом детстве, она была социальным работником. Она помогала, там, бабушкам, дедушкам, там, у нас такие ингредиенты, продукты и так далее. То есть, помогать. Да? А, сколько лет? Как вы относитесь к дополнительным тренировкам спортсмена, допустим, с железом и профессиональной тренировке, а за вносливость, силовой вносливость? Нужно ли выключать подготовку к турниру? И вообще всю работу постоянно? Ну, опять же, есть разные глаза, когда эта работа нужна, например, с железом, да? Они сами, самые функциональные, самые такие сильные и мощные. Просто можно что-то добавлять в зависимости от ребенка. Потому что, как человек индивидуально нельзя давать, там, оттому одного, от другого. Вот это же. Тут такое получается. Каждый человек должен видеть человека. Мой человек должен видеть человека, и тогда у него складывается определенная программа для каждого спортсмена. Он может, когда небольшую руку подводить, например. Ты понимаешь, что, ну, вот, если тело человека, у него, я выделю их на три части. То есть, это голова, это вторая часть, корпус, руки и ноги. То есть, бывает так, что, например, голова работает, корпус работает и работает. Голова думает, что делать, как бить. То есть, одно и руки работают хорошо. А ноги, они не работают. И вот я вижу, например, ему я ставлю ноги. А другому не нужно ставить ноги. Он офигенно работает ногами, но голова не работает. Он, когда я видел там соперника, вся его сила раз не потерялась. То есть, у каждого человека есть какая-то вот такая штука, от которой нужно работать. Просто мы можем самостоятельно работать над этим, а можем, знаете, там, идет тренер такой, как. Ну, все, надо работать. Давай. А ты такой, а не хочешь. Потому что меняться всегда сложно. Ведь меняться, это же каждый раз перешагивает себя. То есть, это очень сложный процесс. И бывает, что многие, вот знаете, такое, обычная картинка у меня возникает, когда идет человек, копает в лад. И там буквально километра не хватает до этого клада, и он такой разворачивается и уходит. И то же самое с нашим телом. Ну, и каждый раз ищем себя, где-то находим, где-то опять теряем, и потом либо доходим до конца, либо бросаем. Вот. Так что, вообще, я люблю спорт разный. То есть, я считаю, что если бы не было в моей жизни разных видов спорта, там, независимо, я в голову отвлекалась хоккеем, пойдет, ну, в разных секциях, куда можно было свое дело есть, чтобы там немножко энергию разбавить. Мне все это нравилось. Но для меня всегда было каратэ, это чуть больше, чем все остальные. То есть, это все помогло мне, там, борьба в одно время была. Это все помогло сделать мое тело лучше. Когда, например, я сражалась, там, с девочкой, которая занимается в каратэ, ну, естественно, я лучше стала. Потому что мои жилы, они были другими. Это все. То есть, я считаю, что можно добавлять, но просто лучше всегда запустить тренера, наставника. А можно ли мне это делать на нужно? Потому что, например, перед турниром вы это делаете нельзя. А когда турнир все зланы закончены, у тебя времени много, ну, конечно, что от карата нужно немножко отключиться. И переключить машину другого, чтобы хотел отдохнуть разному торгу. И потом, когда ты заходишь в зал, и ты видишь опять эти лапы, и ты видишь людей, которые рухом на них, и у тебя такое ощущение, ну, вау, круто. Ну, сейчас там, да. А расскажите, пожалуйста, про питание. Ну, я бы затронула самое главное соревновательное про питание. Потому что вот я действительно, когда приезжаю на различные чемпионаты, я вижу, что вот мамы, любители своих детей, кладут реально бутерброды, там, с колбаски, сосиски. Или там дети, например, приезжают из региона. Просто я сама тоже в регионе была. Я знаю, что там различные всякие рестораны, конфеты, где, ну, возьмем, макгоны, там, больше, да, там, кельси, там, ну, и все. И они начинают есть с этим турниром. А что это значит? Что мы, вот все то, что мы наработали, как бы, с таким сложным путем, мы теряем, действительно. Потому что вот то, что мы это едим, это же практически все химия. Ну, да, это же не практически, а все химия. Вот, все компоненты, они переработаны или рисунены из чего-то там. То есть там разные процессы. Когда мы это съедаем, организм, как бы, все это принимает. Но вместо той энергии, которую должен организм получить, он перерабатывает всю эту гадость и тратит много энергии. И некоторые не понимают, почему на соревнование уберется, а у него там второе дыхание не срабатывает. А потому что это все сидит там еще, он уже не вышел, он никаким образом с чужими получил. То есть вот, если, вот у нас есть такие тренировки, когда мы приходим в зал, например, у нас день боев, только бои. Пройдет там первый бой, мы попьем чаю, просто ножки. А пройдет, например, второй бой. Я, например, очень любила всегда там все эти бананы, груши, то есть то, что быстро съешь, как бы, и быстро перевариваться. То есть понятно, что там, если ты скушаешь на тренировке или перед тренировкой, например, камня, сары, там, творог, яйца, например, семечки, ты съешь, и, например, что ты ни одного бой не проведешь. Потому что все вот это белковое, оно остается внутри, и с этим очень сложно что-то делать. А вот такие легкие углеводки, как, например, те же сладости, очень дядя. Вот кто и любит еще сладости, кто там, не знаю, сесть в легкую шоколадку и пойти тренироваться, это определенную силу. Но я всегда выбирала вот что-то более полезное. То есть яблочки, там, мандаринчики, апельсинчики. То есть мой любимый круг всегда был апельсин. Я знала, что если вы меня надунули, я всегда брала килограмма апельсина. И в течение всего этого дня я ее ела. Почему? Для меня просто такой быстрый приз, такой энергии. Снял апельсин, и, там, будет через, там, два, примерно, через шесть минут, ну, там, чуть больше. Я понимаю, что это капец спирт. То есть энергия. И я подбирала эти качественные продукты в каждой тренировке. То есть вот я прям цикл себе сделала, там, вот. И я понимала, что, например, семь зефирку, а спирт мне немножко поднючит. Но через пять боев мне уже нормально. И вот такими пробами я подходила. А так, ну, по поводу всей еды, если взять, то, конечно, лучше выбирать ту еду, которая домашняя, которая и проработана, там, химически. То есть, например, есть люди, которые любят, там, котлетки всякие есть. Но есть домашние котлетки, которые, там, готовят, там, мама, там, или, там, жена, да. А есть котлетки, которые непонятно из чего сделаны. То есть там мышка была, то есть еще чего-то. И, конечно, такие вот продукты, они будут от нас. То есть это возможно сейчас не отражается, но на подготовке бойца она очень сильно отражается в целом. Ответил? Спасибо. Хорошо. Так, давайте кто-то задавал сначала. Сколько оптимальных боев для подготовки? На соревнованиях пять. Хорошо. Вам же больше всего понравился бой с девушкой из Екатеринбурга? Ну, финальный, конечно, чемпионат мира. Ну, конечно, она была... На нее все делали старт. Просто когда это было... Ну, я для себя решила, что это мой крайний чемпионат мира. Ну, и мне просто чисто принципиально хотелось его выиграть. Ну, вот. И, конечно, когда там все спортсменки проигрывают, до тебя там уже 55 вес, 60 вес, а я 65 была. Я бы не могла сказать, что там так. То есть, долг-то вообще нет. Я думала, блин, надо же, надо постараться, надо постараться. И я знаю, что эта спортсменка, она такая самая лучшая литовка. Я думаю, надо собраться, как-то победить. Ну, вот. За счет того, что собралась, и мне получили победители. Тогда что вам в этом бое понравилось уже больше всего? Да. Ну, самое интересное то, что это одна из спортсменок, которая не боялась меня. Это очень важный момент, потому что, на самом деле, так как я уже боец с определенным стажем, я чувствую, когда человек боится. А тогда человек, там, не уверен, и тогда человек, ну, как-то, ну, как-то по-своему, у каждого свои эмоции. И когда я смотрела на этого бойца, на эту девушку, то есть, она не боялась меня. И для меня это было очень так любопытно. То есть, она шла, чтобы выигрывать. И мои такие определенные мысли были по этому поводу, ну, круто, здорово, она меня не боится. То есть, ну, у меня не было такого никогда. Ну, то есть, вот, какие-то ощущения, там, то, что, ну, возможно, какие-то страхи не сбиты были у других спортсменов. А тут не было вообще. И мне было любопытно. Наоборот, как бы, я взяла себя в какую-то бомбу, чтобы, ну, значит, будет здорово. То есть, бой состоится такой, который прям, вот, как мне и хотелось всегда. То есть, самый максимальный. Но я к нему очень подходила, прям, ну, с определенными, там, трудностями. Потому что были определенные трудности с здоровьем. Мне вообще не хотели допускать этот чемпионат. После чемпионата ворочек на России. И мне нужно было очень много обдумать, стоит ли я там драться или нет. И женщина-россиянка, к слову, сказать о том чемпионате мира была единственная. Международная Николаевна. Ну да. То есть, все наши. Для него проиграли, девчонки, да. Но я хотя бы одну голоду, но женскую забрала. Да. Давай. К сожалению, это было на сборах. Я любитель играть в футбол. И так как я любила играть такими, у нас были раньше команды, мужские, то есть там, ну, примерно, плюс-минус, такие все у нас тяжеленькие бегали, большие, тяжеленькие. А я там, ну, он средний, такая, ну, низенькая, но в любом случае, у нас всегда наши команды выигрывают. И так получилось, что, ну, вот у меня мяч, я бегу все. Думаю, сейчас вот до ворот поставить, там, три метра и ударяю. В этот момент, когда я ударяю, вратает, бросается на этот мяч, берет мою ногу и берет мяч. И я никуда не могу полететь, мне приходится скручивать, и я скручиваю свою левую ногу, и получается крест и компрессионный перелом. Вот это мой перелом на футболе, к сожалению. А больше не было. Только один, и, к сожалению, на футболе, и, к сожалению, долг не было дали. Но все равно команда нашего играла. Это было, кстати, перед вторым чемпионатом мира, за месяц в этом году. Да, да. Ну вот, Световка был в Екатеринбурге, где вы, спортсменка, мы с ней дрались. Клям. А какой бы, по вашему мнению, вам удался лучше всех? Какому бы вы показали все свой мастерство и кто-то не может успеть? Ну, я думаю, что как раз мое мастерство, это был чемпионат России в 2017 году, когда чемпионат России. Вот там мне получилось сделать то, что, как бы, у меня никогда не получалось. Что это было? Ну, там были различные серии, различные верхние удары. Потому что, когда ты выходишь на, вот, на таких же бойцов по темпе, которые прям... Ну, чемпионат России, это, не знаю, хуже всего, что может быть. Потому что, если ты выиграешь чемпионат России, ты сто процентов выиграешь мне. Ну, ладно, не сто, но все равно выиграешь. А тут все хотят выйти. Все хотят отобраться на чемпионат. Все хотят. И тут получается, что ты не рискуешь. То есть, ты делаешь примерно определенные техники, которые, как бы, ну, более или менее, будет лучше смотреться, но при этом ты сильно не рискуешь. И там я все-таки перешла себя и попробовала там различные всякие верхушки чуть побольше делать, чем обычно. И мне это понравилось то, что, ну, такой, вроде бы, риск был. Потому что все животные, да, все эти моменты, когда ты уже находишься с лидером долгое время, тебя тренеры других участниц изучают, они понимают, ты у всех. И они настраивают людей. Ну, а тебе же тоже хочется рыть. Из-за этого приходилось немножко вот так вот. Давайте те, кто еще не сдавал. Скажите, пожалуйста, принимайте на москорбит, витамины, гладу. Если да, то вот такие. Нет, я вообще не любитель всей лихи мозга. Вот честно скажу, что... Мне всегда нравилась растительная пища. Я долгое время была вегетарианкой. Единственное, на последнем, как говорится, России, когда я стала болеть не часто, вот, на мир в ИФК, в мае я заболела ангидой и долго не могла остановить. Потому что он увидел, что мясо нужно есть, и после этого как бы я стала есть курицу. А так вот я не люблю этого всего. Я считаю, что организм, он может вырабатывать вот эти сами все витамины, все микроэлементы. И то, что есть еда, которую еще можно кушать. То есть... Это мое личное мнение. Потому что я знаю, что есть спортсмены, которые любят. И им кажется, что если ты это все съешь, то ты станешь великим. Ну, а я вот берегу на апельсинку, я чувствую, опа, у меня сила, и прям чувствую, а мушку сразу нужно. Ну, я сама глушала себе, что вот от этой апельсинки я больше получу, чем от другого. То есть это лично мое мнение. Просто я знаю, что люди там, чтобы подкачаться, ну да, немножко там подсыпают себе. Ну, просто о смыслах. Мне вот удалось вопрос. Я никакого смысла для себя не находила. И из-за этого мне мешало. И все это. Ты уже задавал. А вот матч. А какой у вас был самый легкий бой? Самый легкий бой, который не состоялся. Я вышла катами, и девчонка не вышла раз, девчонка не вышла два, девчонка не вышла три. И, в общем, чемпионат был в битсбое. Я стала с первым местом, и все. Вот это я считаю, что было. Это еще был чемпионат в Кировской области, за которым вы, помимо, и спортсменки не вышли. Все. Нет, они были на соревнованиях, просто они не уходили. То есть они понимали, что они будут со мной драться, и они не уходили. Вот. И первый раз мне такое было, что три боя, никто не вышел. Ну, первое место, и я была счастлива. Вот так. Какой был самый короткий бой? Наверное, три секунды. Самый. Короче, вроде бы, не было. То есть я сделала хайкэн, и все. И на это все закончилось. То есть там было движение два шага, и какой-то. Я бы сбросила на движение человека, и поймала. Три секунды. Три секунды. А какого была установлена? Ну, я занималась, если взять, как я кушать, то я занималась в городе Кирове, в клубе Дельта. Вот. А сейчас я нахожусь в клубе Кайман, в Москве. Это ваш личный клуб? Нет. Это Дмитрий Юрьевич Катлицкого, главного тренера. А? Ну, сколько у меня? Это такой серьезный возраст. Достаточно много, достаточно мало. Но все то, что есть, они во время. Три. Так, ребята, еще три. Вопросы. Сколько вы пошли за первый чемпионат в России? Во-первых, чемпионат в России. И на чемпионат. Мне было 18 лет. Он был в Чебоксаро. Я его участвовала. Я выбрала первый бой, вот. А второй бой я проиграла. Мне было ровно 18 лет. Я участвовала до шести. Я всех вижу. А вы не могли с самого тела? Да. И сейчас я. Второй. А в каком городе, мы знаем, или первый раз в первом месте? Это был город Азовск. Это еще в Ростовской области. Мне было бы громкие детки. Я набрала первое место. Там девочка договаривалась со мной. Можно? Я, типа, за ним первое место. Ну, как бы. До этого штука. А вот. А я говорила, нет. Она говорит, нет, я мороженую куплю. А на тот момент у нас нет, достаточно семья была. У нас не было таких возможностей. Мороженые. Это как сейчас. Там. И наш халат. Нет. Ну, с грустью. С грустью. К сожалению, с грустью, да. Но, с другой стороны, эта медаль, она... Чем она отличалась? Тем, что она, во-первых, была первая. Во-вторых, она была такая зеркальная. Там была зеркальность. И там такой тигр был нарисован. И вот, это мне запомнилось на всю жизнь. И, на самом деле, было классно иметь эту медаль. Потому что, все-таки, тут получалось стерки. Я не дала это ни за что. На мороженую там, ни за что. Но, решила, чтобы выговорить ее. Не подойдет на что. Давайте поднимем. Как вы преодолели трудности на своем пути? Трудности. 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 На самом деле, трудностей действительно было много. Но, просто поймите одну вещь, что, если ты что-то любишь, действительно любишь, прям всей душой любишь, то ты вообще свои трудности воспринимаешь. Да, они есть. Но ты можешь перешагнуть. У меня есть такое кольцо. Я раньше часто носила на шее. Кольцо Фоломона. И там было написано. Это пройдет. Это тоже пройдет. И это тоже пройдет. То есть, я понимала, что это период. Каждому из нас дается определенный период, который мы можем пройти, а может сломаться. Я просто понимала, что, если я пройду, да, есть определенные сложности, но я знаю, что будет потом. Потому что, когда я переезжала из одного города в Москву, были определенные сложности, очень сильные сложности. Я просто приехала никуда. С одной стороны, я приехала с родницы далеких родственников, которые приютили. Но они, когда прошла неделя и не нашла работу, они говорили, уезжай. Ну, не надо здесь. Это сложно. Москва – это сложно. Тебе недавно там, еще что-то. Я так и каждый раз слушала, в течение целого месяца. Чтобы было как-то тяжело в этом мире жить. Но мне была возможность остаться, заниматься в Москве, попробовать себя немножко в другом месте. То есть, не только с грушей работать, но и работать со спальнями парферами. Потому что у меня была в квартире одна спальня парферша, и то она была выходила, а была одна. То есть, у меня были там груши шесть штук, у каждого были там времена. То есть, какая-то была более твердая, какая-то более мягкая. Ну, короче, в общем-то, они были. И мои чемпионаты России два-три, а они проходили именно на вот таких вот грушах. Из-за этого, когда ты преодолеваешь одно, ты понимаешь, что можно чуть по-другому шагнуть. Просто нужно потерпеть. Не каждому дано, но если вы реально почувствуете, то потом, через какое-то время, вы поймете, что это было дело правильно. Потому что вот я когда осознала, что выиграла первый чемпионат мира свой, я просто по времени смотрела, ой, молодец, да? Ну, если бы я сказала, сколько всего это было, и вот этот мир, для меня это было намного. Видите, вот это все. Хотя было в тот момент, там, иначе не было. А полностью. Ну, давай. Заключите вопрос. Ну, страны тоже достаточно много. Я люблю путешествовать. Вот. На самом деле, медалей очень много. У меня родители живут в деревне, у них там есть истера. Часть моих медалей там, потом в Кирове часть медалей, и в Москве часть медалей. Я их никогда не складывала вместе. Но основа всегда, у меня либо первое место, либо никакого. ну, то есть, всегда вот так. Но есть, конечно, несколько медалей, вторых, как раз, две России были. Вот. И, как бы, нет других. Их очень много. Больше 50. Когда я часть одевала, у меня прямо так вот, ну, так. Ну, прям. Слабирается. Я думаю, что так. Мы были здесь. Построились на этой роли. Все. Ну, вот, самое главное, я думаю, подчеркнули важную некоторую вещь, о том, что нужно в своих залах, стремиться в подготовке. Вот. Я хочу поблагодарить. Анжелика, предварительно мы договорились. Вам понравилось вообще? Вот. Вот мы тогда, может быть, в сентябре, там, в наши сроки, Анжелика приедете и посмотрите, что вы за это время сделали. Каждая из вас у нас запомнила, и вот, постарайтесь в конец сезона лета поработать, чтобы были умеют результаты. есть результат, интересно с вами работать. Каждая, заключительное слово, Анжелика. Да, хотелось все-таки всех поблагодарить за то, что вы выдержали определенные трудности. Да, вам было немножко некоторым сложно перебороть себя, но многие из вас, я видела, старались. Кто-то, конечно, немножко улетел своими мыслями в глаза вдаль, но, в любом случае, я думаю, что они прилетят к вам, и вы сможете измениться. Мы с вами соедетимся в сентябре, и я действительно надеюсь, что большая часть, даже 90%, смогут быть немножко, чуть на одну ступеньку выше. И тогда мы сможем с вами суперновую технику рассмотреть, и я думаю, что еще больше будет возможностей выигрывать на турниры. спасибо вам за работу, спасибо за дисциплину, спасибо за то, что были рядом все эти часы. садись! Садись! О! Готово! Ну и так, смотрите, что вы понимаете, это не такая, что с самолетом компактно так собрались, что вы на опоздание. Всем спасибо, ребят. не забывайте своими движениями. Макебар аккуратно сложите и отдыхаем. Вот!